Освободить из-под стражи в зале суда. Сегодня судья межрайонного специализированного уголовного суда Оскарой Туганов огласил приговор Рустаму Сайфулину. Напомним, громкое дело в отношении Сайфулина рассматривалось на протяжении долгих пяти месяцев. Наши корреспонденты с подробностями из зала суда. Еще до начала оглашения приговора было заметно, что родственники подсудимого Сайфулина заметно нервничают. Отец подсудимого Равиль Сайфулин от комментариев отказался сразу. Настолько, говорит, нервы были на пределе, что не спал всю ночь. Приговор суда прозвучал в одночасье. Суд приговорил Сайфулину 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 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 Уголовного кодекса Республики. И назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. За честь срока отбывания наказания в соответствии с частью 3 статьи 62 Уголовного кодекса Республики останет период нахождения Сайфулины с 12 сентября 2013 года по 17 февраля 2014 года под арестом и определить для отбывания наказания в виде ограничения свободы 1 год, 1 месяц и 20 дней. Срок отбывания наказания Сайфулины исчезает с момента принятия приговора для исполнения уполномоченным специализированным органам по месту его жительства. Меру пресечения Сайфулина в виде ареста отменить. Освободить его из-под стражи зал суда. Интересно и то, что ни адвокат потерпевшей стороны, ни мать погибшего при оглашении приговора не присутствовали. Надеялись на лучшее, конечно, надеялись, что все справедливо. Суд решится и очень рада, что так все вышло. Что просто на свободе и справедливо все старестовало. Спасибо. Напомним, 12 сентября прошлого года возле торгово-развлекательного центра «Галактика» произошла потасовка между Рустамом Сайфулиным и четырьмя парнями из Актюбинска. Парни, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставали к прохожим. А когда из развлекательного центра вышла супружеская пара, молодые люди оскорбили жену Рустама Сайфулина. Тут все и началось. Тогда Сайфулин достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. Одному из обидчиков он попал в грудь, другому — в шею. А когда патроны закончились, ударил ножом третьего Андреева и Тишина. От удара ножом в сердце он скончался на месте.